Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Гульнара Зиганшина. Начнем выпуск с главной политической новости региона. Владимир Путин сегодня нажмет на красную кнопку в новом цехе высота 239 на Челябинском трубопрокатном заводе. Напомню, открытие цеха планировалось в День Металлурга, но ради визита премьеры-министра громкое событие перенесли на неделю. Впервые в истории черной металлургии сотрудники высоты 239 будут трудиться в белой униформе, разрушая стереотип о грязной работе металлургов. Председатель правительства пустит в работу цех по производству труб большого диаметра, которые будут делать из магнитогорского толстолистового проката, выпущенного на стане 5000. К другим темам. Несанкционированные сфалки, газоны, заваленные мусором, переполненные урны. Бич нашего города. Теперь о мусоре возле магазинов, банков, офисов и предприятий магнитогорцам можно сообщать в районной административной комиссии. Телефон горячей линии комиссии Ленинского района 49 05 52, Правобережного района 31 38 54, Орджоникидзовского 49 05 93. Магнитка может остаться без агаповского молока. Засушливое лето привело к повсеместному снижению надоев. В агаповском районе суточная норма сократилась на 8 тонн. Молочное производство с каждым годом становится все более невыгодным для крестьян. Фермеры в раздумьях. То ли заготавливать сено на зиму, то ли отдать поля под пастбище. Страшную правду понимают все, но принять решение смерти подобно. Выжить можно только сократив поголовье. За прошлый год на мясо сдали 3000 дойных коров. Это гибель. Гибель силу, гибель животного острова. Температура 30 градусов, ничего не растет, все сохнет на глазах. Поэтому очень трудно нам сегодня приходится сохранять уровень прошлого года надоев. Сейчас удалось заготовить 20% сена. Это втрое меньше, чем в прошлом году. Камнем предкновения по-прежнему остается закупочная цена молока. 11 рублей за литр. В магазинах его уже продают в 2,5 раза дороже. В идеале закупочную стоимость необходимо поднять до 15 рублей. Не хватает и государственных субсидий. Михаил Юрьевич пообещал 300 миллионов рублей на поддержку животноводства. Но пока примут решение и выдадут деньги, может стать поздно. Подобная аховая ситуация была в 1975 году. Уничтоженные тогда поголовья скота восстанавливали 10 лет. При гораздо более активной поддержке государства. В воскресенье исполняется 30 лет со дня смерти символа целой эпохи Владимира Высоцкого. В сквере металлургов сегодня и завтра пройдут вечера памяти поэта Барда. Также будут работать все традиционные площадки Арбата. Начало мероприятий 18 часов. Четвертый фестиваль «Санки» стартует сегодня на Верхнеуральском водохранилище. Гостей будут развлекать лучшие диджеи страны на пяти музыкальных площадках. Кроме того, организаторы мероприятия заявляют, что у каждого посетителя будет возможность проявить себя. Гостей ждут выставки фотографий, дизайнерских авторских игрушек, демонстрация арт-хаусных фильмов, а также серфинг и яхтинг, стритбол, волейбол и парапланиризм. «Металлург» сегодня выходит из отпуска и проведет первую тренировку. Пока неизвестно, примут ли в ней участие новички клуба. А челябинцы сегодня будут любоваться на Кубок Гагарина воочию. Обладатели главного хоккейного трофея России, игроки Казанского «Акбарса» Данис Зарипов и Евгений Медведев привезут кубок на свою малую родину. Время на фотосессию и пресс-конференцию у чемпионов еще есть. Первая игра «Барса» с «Динамо» пройдет лишь 8 сентября. Именно в Казани стартует третий сезон КХЛ. На очереди информация Единодиспетчерской службы. Сегодня с 9 до 15 не будет холодной воды по Крылово 39. С 9 до 16 планируется отключение электроэнергии в ряде домов по Советскому, Жуково, а также в поселках Димитрово и Новотуково. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. Удачного завершения рабочей недели. Сегодня синоптики обещают в Хершенпенуазе 30-32 выше нуля. В Кизильском 31-33 со знаком «плюс». В Верхнеурайске 28-30 тепла. И в Магнитогорске без осадков плюс 29-31. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня пятница, 23 июля. Владислав Завьялов, Анастасия Чернобровина с вами. Российские чиновники должны быть нейтральными, объективными и толерантными и видеть основной смысл своей работы в соблюдении защиты прав и свобод человека. Это цитата из проекта Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих. Его одобрил Президиум Совета при президенте России по противодействию коррупции. И окончательно документ может быть утвержден в октябре. Предполагается, что Кодекс сделает органы власти более открытыми для общества. В проекте, в частности, говорится, что чиновники не должны брать подарки, деньги и любые другие вознаграждения. Госслужащие должны быть вежливыми, корректными и внимательными друг с другом и с обычными людьми. Чиновникам придется следить не только за своим поведением, но и за внешним видом. Облик российского госслужащего предполагает официальный, сдержанный и аккуратный стиль. Ну и немаловажный пункт для нас, журналистов, чиновников. Чиновник должен уважительно относиться к работе представителей средств массовой информации. Ну а сейчас о том, как будет совершенствоваться гражданская авиация, возможно, за счет дополнительного обучения бортпроводников управлению самолетом. В Москве впервые провели эксперимент и проверили, что будет, если самолет в воздухе останется без пилота. Бортпроводников начали обучать пилотированию воздушного судна в экстремальных ситуациях. Пассажиров сейчас не трясет, но вот он явно полностью сейчас не попадает. Это видно, видите, невооруженный угол, не знаю, вот. И вот сейчас уже вот с этой точки достаточно сложно будет ему выправить ситуацию. Не хочу наговаривать, но он может не справиться. Бортпроводник «Виталий» пытается посадить «Боинг-747» первый раз в жизни. Хорошо, что это происходит не в реальности, а на авиатренажере. Впрочем, в служебные обязанности стюарта не входит летная подготовка. Но это пока. Вполне возможно, очень скоро курс управления лайнером станет обязательным. Сами бортпроводники уже готовы осваивать новые обязанности. Если что-то с летчиком происходит, то его место занимает бортпроводник и выполняет чисто вспомогательный функцию. Иногда даже мы стараемся сделать так, что проводник в течение рейса на 5-6 минут заходит в кабину пилотов, когда сидят работающие экипажи, просто смотрят. Почувствовать себя пилотом бортпроводники смогут вот на таком симуляторе. Его кабина – точная копия кабины лайнера со всеми бортовыми системами. Взлететь, сделать круг, посадить самолет – это план полета. Авиасимулятор кружит над вымышленным аэродромом. Из-за штурвала меняются бортпроводники и бортпроводницы. Здесь царит абсолютное равенство. Для нас, для всех, это будет в первый раз очень интересно. По секрету скажу, прошло несколько уроков. Ну, не знаю, сегодня посмотрим, получилось или нет. Чтобы в критической ситуации правильно выполнить команды второго пилота, должно хватить 20 занятий. У стюардессы нет задачи полностью проходить летный курс. Но знать, где находятся необходимые кнопки и приборы, надо. При взлете главное выдержать безопасную скорость набора высоты, которая составляет 170 узлов или 320 км в час. Далее следует очистить крыло. Убрать шасси и закрылки, которые создают сопротивление воздуха. А вот посадка гораздо сложнее. Линия горизонта так и норовит уйти от прямой. Попасть точно на полосу – одна из основных задач, которые должны освоить стюардессы. Вот эти ручечки вперед. Здесь есть такие кнопочки, вот под ними, вот нажимаем. Нет, 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 нет. Вот это, вот, вот это, вот, вот, нажали. Быстрее, а то у нас диспетчер у нас. Вот здесь. Пока это только эксперимент. Из 10 бортпроводников экзамен сдали всего 3 человека. Причем двоим с трудом удалось вписаться в посадочную полосу. Тем важнее скорее вести такой курс в программу обучения стюардесс. Ведь ситуации в небе бывают разными. А для того, чтобы правильно выполнить команду с земли, надо иметь необходимые навыки.